Дома номер 3 по улице Гагарина, что в поселке Медведева, не один десяток лет. Но благодаря капитальному ремонту меньше, чем за три месяца он буквально преобразился. Причем не только внешне. 2000 рублей – это сумма в квитанциях за отопление небольшой двухкомнатной квартиры для Ирины Шубенкиной была привычна. После капитального ремонта уже этой зимой цифра может уменьшиться в четыре раза. В каждой квартире установили автономную систему отопления. Я сама могу регулировать отопление. Это может быть как повышение температуры, так и понижение. То есть, ну, более комфортно. Я ни от кого не завишу. Постоянно будет горячая вода, потому что в доме не было у нас горячей воды. Теперь она появилась, будет постоянно. Водонагреватели, старые радиаторы и трубы теперь тоже в прошлом. Причем все работы по их замене внутри квартир проводились за счет средств самих жителей. Именно они выступили главными инициаторами ремонта. В первую очередь капремонт в Медведеве затронул более старые дома, возраст которых не менее 30 лет. Основными критериями конкурса, то есть попадания в программу, в этом году по нашей управляющей компании было это, жители переходят на альтернативное теплоснабжение дома, чтобы разгрузить наши теплоснабжающие организации. И приоритет у тех, кто больше согласен был софинансироваться. То есть начальная ставка по этому году 10% была. Узлы тепловой энергии, иначе говоря, отопление, а также узлы по холодной и горячей воде с новыми приборами учета – тоже результат капитального ремонта многоквартирного дома. Если раньше трубы и вентили были в открытом доступе, и попробовать себя в роли сантехника норовил каждый второй, сейчас все иначе. Прежние узлы там просто запорная арматура стоит, а здесь узел учета счетчики. Счетчики эти через определенное время, там на горячей воде через 4 года, по-моему, снимаются эти, снимаются и везутся на проверку. На холодной воде там через 6 лет снимаются. А запорная арматура, она служит-то долго. Если, допустим, жители не крутят, не вертят, не ломают, мы стараемся закрывать, а они, бывает, что и ломают у нас. Всего за 5 лет реализации программы проведения капремонта многоквартирных домов только в Медведевском районе обновили 73 дома. В целом в МРИЭЛ участниками программы в этом году станут более 60 домов. В планах до конца года отремонтировать более 100 тысяч квадратных метров жилья. Для этого из средств фонда содействия реформированию ЖКХ республиканского и муниципального бюджетов направлено около 160 миллионов рублей. Правда, по условию программы благоустройства собственного дома должны внести вклад и сами жители.